Мы все работаем, работают не в Азии, трое сыновей и сноха, и муж, я на пенсию пошла, но всего посетали 84 года стажу. Культура производства, дисциплина, молодежь и отношения к людям, ну прекрасно в общем. Очень дружно же жили, и концерты ставили, и походы ходили, все такое, дружно было раньше вообще. Молодые были, интересно было, привыкаешь уже к работе, так неохота уходить. Сегодня семья Исламова впервые приехала на торжественное собрание, посвященное Дню машиностроителей. Он отмечается в последние выходные сентября 1980 года. В преддверии праздника Ассоциация Организации профсоюзов машиностроителей Республики Башкортостан подвела итоги деятельности. Производство автобусов выросло на нефтекамском автозаводе. Также цесерны, полуприцепы, цесерны, прицепы к автомобильным, автобетоносмесители. Рост есть средний. Производство троллейбуса завода примерно на том же уровне осталось у нас. Уровень средней заработной платы порядка 26-27 тысяч заработной платы. Средняя заработная плата рабочих. Это наши базовые, так мы считаем, профессии. Это профессии, такие как токаря, фрезеровщики, свесаря механо-сборочных работ. Некоторые предприятия заставляют очень хороший социальный пакет для молодежи. То есть у них в коллективном договоре прописаны очень хорошие пункты. Допустим, те же самые. Вошел, вступил в брак, получил денежные средства, родил ребенка, получил денежные средства. Есть предприятие у нас ЕФАС, там даже решаются жилищные вопросы. Очень тяжело, конечно, там тоже ипотека, естественно, это все дополнительные субсидии, но это проще, чем взять в банки. Однако высококвалифицированных рабочих все равно не хватает. Например, к уфимскому агрегатному предприятию требуется 100 человек, у МПО порядка тысячи. При этом предприятие само готово обучать молодых специалистов. Недавно на МПО открылся учебный центр. Алина Таюпова, Александр Кузнецов, Телеканал ЮТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова